Слава Богу, сегодня мы можем свободно исповедовать свою веру. Над нашими головами не раздаются разрывы снарядов, и ничто не мешает нам приходить в Храмы Божии и готовиться молитвой и постом ко Святому Дню Христового Воскресения. Все ближе торжество, и к нему уже началась подготовка в домах мирян, в храмах и монастырях. Возрождением древних традиций славится Новотехвинская женская обитель Екатеринбурга. Так каждому церковному торжеству сестры готовят подарки в дореволюционном стиле. В этом году к празднику Пасхи насельницы вышли миниатюрные иконы. К Пасхе сестры Новотехвинской обители готовятся особенно тщательно. И это не только молитва и пост. Не забывают монахини и о горожанах, которых всегда радуют новинками и хорошими подарками к большим церковным праздникам. В этом году, помимо традиционных пасхальных даров, сестры подготовили миниатюрные иконы. Темой вышивки стало явление женам-мироносицам ангела – традиционный пасхальный сюжет. Они явились на гроб утром рано, чтобы помазать тело Спасителя. И не нашли этого тела, а увидели ангела, который им сказал, что Спаситель воскрес, и чтобы они шли к апостолам и сказали им об этом. То есть это само вот именно непосредственно, когда мы приходим, мы тоже так же приходим. Мы приходим ночью, как бы на гроб, то есть после Великой Субботы, когда все, ну как будто бы Спаситель умер тогда. И ждем, когда, и нам открываются двери, и мы ходим в воскресенье Христова. Эту икону можно назвать уникальной, ведь изображенные на ней лики святых всего около двух сантиметров. Вышивкой миниатюрных икон сестры занимаются уже не первый год, однако за такие маленькие детали раньше браться боялись. Работа по изготовлению миниатюрных образков довольно трудоемкая. Несмотря на то, что производство в монастырской швейной мастерской автоматизировано, многое приходится делать вручную. Каждая икона получается авторской. Сестры неотрывно следят за работой машин, ведь как еще можно выполнить такие миниатюры? На второй раз так получается, что мы смогли сделать икону. Это очень радует и вдохновляет, и сразу чувствуется именно суть праздника. Потому что, конечно, мы всегда готовим обычные подарки, такие более светские, которые нужны как подарки, как убранство для дома. Но они более такие практичные, а это вот сам праздник. Кроме миниатюрных икон, к празднику Пасхи сестры сшили по древним образцам пасхальные подарки с традиционными весенними сюжетами. Корзинки для сладостей, нарядные сумочки, салфетки и мешочки. Подарки продаются в монастырском церковном магазине уже сейчас. Здесь же сестры и сотрудницы монастыря рассказывают всем желающим о традициях празднования Дня Светлого Христового Воскресения, а также рекомендуют подарки к этому торжеству. Самая сердцевина праздника – это посещение ночного богослужения, пасхальная служба. Сестры специально к этому празднику разучивают традиционные византийские песнопения, старинные. Также вышивают какие-то сестры подарки, обязательно что-то новенькое. А мы готовим также подарки. По традиции, главными подарками в Светлый День Пасхи становятся куличи, пасхи, крашеные яйца, а также мощные изделия – агнцы, которые символизируют Христа Спасителя. Светлый День Пасхи